Работа территориального центра социального обслуживания населения города Пинска реализуется в рамках принятой комплексной программы развития социального обслуживания на 2011-2015 годы. Повышение уровня и качества жизни ветеранов, тех, кто пострадал от последствий войн, пожилых людей и инвалидов, решение задач по эффективности и доступности социальных гарантий стандартов – эти задачи решает территориальный центр. Особое внимание и забота государства адресована тем пожилым людям, которые в силу объективных причин не в состоянии позаботиться о себе сами, одиноким и одинокопроживающим. С целью оказания социально-бытовой помощи уязвимым категориям граждан разработаны мероприятия, предусмотренные ежегодно и обследование материально-бытового положения такой категории мусионеров. Принимаются меры по оказанию социальной помощи с учетом индивидуальных потребностей. Более 23 тысяч пинчан обратились в центр в прошлом году, и их проблемы разрешали специалисты шести отделений. Многодетные семьи, одинокие пожилые люди, молодые инвалиды и ряд других категорий получают помощь от работников социальной службы. На совещании директор территориального центра озвучила назревшие проблемы. Слишком высокая нагрузка на одного работника, который осуществляет надомное обслуживание. На сегодняшний день желающих воспользоваться услугами отделения 11 человек. Однако из-за высокой загруженности социальных работников принять на обслуживание всех нуждающихся не предоставляется возможным. Для удовлетворения спроса пожилых граждан в надомном обслуживании необходима одна дополнительная штатная единица социального работника. Центру необходимо активизировать работу по социальной адаптации молодых инвалидов. В отделении дневного пребывания недостаточно помещений для организации текущей деятельности и досуга молодых инвалидов. Однако с переездом территориального центра на улицу Граничную и проведением ремонта эти проблемы разрешатся. Правда сейчас проектные работы только в начальной стадии. Председатель горосполкома упрекнул в нерасторопности соответствующие службы. Этот вопрос взят на особый контроль. Отделение круглосуточного пребывания единственное в Брестской области рассчитано на 20 человек. Сейчас там находится 23 и востребованность очень высокая, особенно в зимнее время. А потому поручено детально проанализировать все возможности оказания дополнительно такой помощи.